Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы национальной полиции. В замену Диканаидзе будет искать специальная комиссия. В своем фейсбук министр написал, что проведение конкурса на эту должность не является обязательным, но он решил организовать его во избежание политических спекуляций. Быть или не быть спекуляциям и договорникам, и кто может стать новым главой нацполиции. Об этом сегодня поговорим с директором инвестиционно-инновационного центра Александром Коломийцевым. Здравствуйте, Александр. Рады вас приветствовать у нас в студии. Сегодня говорим о том, что будет с будущим нацполиции, есть ли жизнь после Диканаидзе. Итак, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на замещение вакансии нового главы национальной полиции. Об этом он написал в своем фейсбуке. И в этом посте также указано, что входит в сферу ответственности главного полицейского нашей страны. Аваков также указал и личностные, и профессиональные качества. Но, насколько я понимаю, вот учитывая эти требования, все же не все желающие могут занять этот пост. Это должен быть человек со специальным образованием, руководитель, и тот человек, который не потерял свою должность в результате иллюстрации. Правильно? Да. Ну, понимаете, как мы давно уже ждем реформы МВД. И, скажем, мы видели в определенном этапе происходили такие существенные изменения в системе МВД. Ну, реформа МВД, в принципе, запустилась уже. Да. То есть, скажем, была создана команда платформы, определенная правовая, на базе которой платформы. Сейчас происходят дальнейшие изменения системы МВД. Вот. На сегодняшний день, скажем, после ухода Деканаидзе, стал вопрос назначения главы нацполиции. Вот. Это, скажем, очень такая серьезная должность. И все-таки это люди, которые работают с населением непосредственно, с самым, как говорится, на земле, на улице. То есть, это довольно-таки, скажем, на сегодняшний день там наше лицо, лицо нашей полиции. Поэтому требования к, скажем, руководителю, они не только специфические, но, скажем, очень ответственные. То есть, этот человек должен быть не только профессионалом своего дела, но также представлять всю нацполицию Украины. Вот давайте более детально остановимся на требованиях. Я вот их зачитаю. Так. Базовыми вимогами до претендента є відповідність загальним умовам вступу на службу в поліцію, вища повна юридична освіта, стаж роботи в галузі права не менше, як 7 років, досвід роботи на керівних посадах не менше, як 5 років, вимоги щодо особисністих та професійних якостей, чесність та бездоганна репутація, мотивація та готовність присвятити себе роботі, знання та відданість принципам роботи Національної поліції України, сильні управлінські якості, високий рівень комунікативних навичок, політична незаангажованість і досвід реалізації успішних проєктів. Вот перечінь требований, які написав в своєм посте Арсен Аваков. Вот цих требовань конкурсантам достаточна, або ви все-таки розширили цей список? Це базові требовання, які требують закону. Все-таки необхідно більше зараз не тільки, щоб це був професіонал, а це все-таки лиця націполіції. Тому тут більше, скажімо, дожні бути розширені требовання. Але які можуть бути професіональні требовання, і, наприклад, з моральної точки зрення? Знаєте, в определенному етапі от президента звучала річ, що необхідно привлекати все-таки участників АТО, тому що у них більше чувство відповідальності і чувство справедливості розвиті. Все-таки, мені кажется, що... А обозленності? Ну, знаєте, все-таки, мені кажется, більший міф. Тому що, якщо людина воєвала добровольцями і мала определенний бойовий опыти, то тут не обозленності йде, а тут більше річ, наверное, все-таки о патриотизі, його желання змінити Україну. Для того багато добровольців ішли, щоб з оружіем в руках зробити Україну краще і захистити її. Скажем, ну, зараз не лучші времена на вулиці, да? Ну, скажем, ми видимо рост преступності, і все, якби, вже не понаслышки, сталкивались даже з нарушенням в правоохранительній системі, да? Тому, скажем, це ще одне із основних требувань. І, скажем, такий інтересний момент, поліція, ну, всегда строилась, скажем, в определеній структурі, да? Тому, скажем, смена определенних людей на ключевих должностях, не меняя структуры, она не приводила никогда к тому, що ця система стала несь какой-то лучшою, какой-то більш справедливою, да? Все-таки реформы на той, наверное, затевались, для того, щоб не просто сменить одних руководителей на других руководителей, а поменять саму систему, саму структуру, вот. Ну, старые работники МВД, они прекрасно помнят, например, такую, наверное, сохранилась, это, так называемая, палочная система учета, да? То есть, если раскрывается преступление в год, там, в среднем на подразделение 20 уголовных дел, да, то в следующий год и планируешь, ты должен раскрыть 21, то есть 100 процентов. От прошлого года плюс 1 процент, потому как должно быть нарастающий ток. То есть, с начала года была такая вот тенденция к тому, что мы должны были планировать именно количество преступлений, которые будем раскрыты. Это звучит, по телевизору звучит, да, это как мразм, да? Нет, чтобы их уменьшать и способствовать тому, чтобы их просто не было, их увеличивали. Скажем, в начале года работник, сотрудник, он планирует определенное раскрытие преступлений, вот, проходит квартал, у него квартально это запланировано, его на совещание заслушивают, потому как он, например, недораскрыл какие-то преступления, то есть допустил провал, провал в том, что он запланировал. И, скажем, это подтягивало к такому моменту, когда приходилось нарушать там статистику, скажем, и ухудшать ее. То есть, ну, скажем, вот так вот. Хорошо, давайте вернемся все-таки к кандидатам на пост главного полицейского Украины. Вот фракция радикальной партии Лешко выдвинула Игоря Масичука на эту должность. И вот цитата. Решение фракции радикальной партии делегировать на конкурс на керевника национальной полиции Украины Игоря Масичука. Свою компетентность у галузи він довів, и словом активно и продуктивно працюючи першим заступником голови Комитета Верховной Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Вот как вам такой кандидат? Ну, знаете, это все-таки, наверное, больше такое, скажем... У меня улыбку вызывает. Да, вот у меня тоже вызывает улыбку. Профессионализм, нет, человек не работал никогда в системе. Ну, то есть, скажем, милиционер из Масичука, ну, скажем, мягко сказать, сомнительный, да? Для этого, чтобы это все-таки лицо наше, и наши будущие руководители серьезного подразделения. Скажем, ну, если мы, скажем, допустим, у такого даже руководителя, сможет ли он компетентно разобраться в работе правоохранительной системы? Ну, скажем, у меня вызывает просто сомнение. Хорошо, ну вот я так понимаю, что вы видите на этой должности вот кого-то из ребят, которые воевали в зоне АТО. Но не все тоже работали в системе, не все являются милиционерами, или в прошлом они имели отношение к правоохранительным органам. Смогут ли они разобраться? Скажем, ну, я заканчивал специализированный вуз до МВД и работал в правоохранительной системе, поэтому, когда идут такие назначения непрофессионалов, они, мягко сказать, обижают не только меня, но и коллег, которые со мной раньше работали. Они непрофессионалы, это кто? Они профессионалы, это люди, которые имеют специализированное образование, которые не имели опыта работы в системе. Когда ты приходишь работать в правоохранительной системе... Так мы же сейчас пытаемся поломать эту систему. Правильно. Но если все равно человек должен, если он руководитель, иметь определенный опыт работы в этой системе. То есть, скажем, если после окончания вуза необходимо было пройти определенные ступени, то есть это работа в патрульной службе, потом работа участковой, работа в уголовном розыске, и далее выдвигался человек на руководителя. То есть невозможно поставить руководителем человека, который не понимает работу низовых подразделений. Это просто приведет к тому, что рядовые сотрудники, его же, имеющие звание намного ниже, чем их руководитель, они его просто будут обманывать на любом совещании по своей работе. Он не будет разбираться в этой работе. Хорошо, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, и потом еще поговорим, кто может быть кандидатом на пост главного полицейского Украины. Итак, вот мы с вами поговорили о том, что вы видите на должности главного полицейского Украины кого-то из ребят, которые воевали в зоне АТО. Кто еще может претендовать на эту должность? Какие-то фамилии вы можете назвать? Когда я общался со своими коллегами, с которыми я ранее работал в системе МВД, прозвучала замечательная фраза. А вы дайте нам, пожалуйста, бензин, дайте нам форму, дайте нам такое же финансирование, и поверьте, мы дадим лучшие показатели, нежели даст эта молодая новоиспеченная полиция. Я за реформу. Но поймите правильно, если сломать всю систему, не имея, скажем, профессионалов, которые ее заново выстроят, то мы получим такой коллапс и такой разгон преступности. Не всех же уволили. Кто-то прошел переаттестацию и работает в рядах новой полиции. Исторически, возьмем даже историю Советского Союза, мы уже видели неоднократно, когда сначала в революцию ломалась полностью правоохранительная система, потом при Берии она ломалась система. Это приводило только к тому, что росла преступность очень значительная, которая приводила к массовым беспорядкам, которые потом приходилось все-таки каким-то образом назад возвращать в нормальное, скажем, человеческое состояние, когда люди переставали бояться выходить на улицу. То есть, ну, это очень, скажем, такой сложный, кропотливый процесс, который, ну, ни шашкой не перерубается эта система. Вот давайте все-таки определимся, кто может быть новым главой национальной полиции. Вот есть кандидат от фракции радикальной партии Лешко, Игорь Масичук. Ну, мы, скажем, обсудили этого кандидата. Кого вы можете еще назвать? Вот чьи фамилии? Кто может реально претендовать на этот пост? Кто хочет? Кто справился бы с этой позицией? Ну, скажем, я думаю, что это необходимо только профессионал. Назвать конкретную фамилию? Я вам сейчас не назову эту конкретную фамилию. То есть, ну, требования от Арсена Борисовича, чем озвучены более-менее... Это должен быть украинец или все-таки мы можем опять... Вот тут как раз, вот тут у меня однозначный ответ. Конечно, это должен быть украинец. Ну, никто, кроме как украинец, не может построить, скажем, государство. Ну, сколько можно проводить эксперименты, скажем, над это? Ну, мы все-таки... Ну, почему? У нас неплохой опыт, неплохие реформы получились. То есть, да, они не запустились полным образом, но, тем не менее, они стартанули. Диканаидзе тоже говорила, мы подготовим платформу. Далее, пускай развивают украинцы. Вот давайте мы подошли на тот этап. Давайте все-таки видеть не украинцев именно в управлении полицией, а не просто, скажем, новую-новую-новую-новую какую-то структуру. Вот хорошо, что мы про Диканаидзе заговорили. Вот она как раз возглавляла национальную полицию год, и вот 14 ноября 2016 года стало известно об ее отставке. И вот когда Диканаидзе уходила, она сказала следующие слова. В рамках своих полномочий я сделала все, что в моих силах, чтобы все эти принципы соблюдались. Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой национальной полиции. Я оставалась верной вам и вашим интересам до последней минуты моей работы. Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений. Моя функция выполнена. Как вы думаете, действительно ли Диканаидзе сделала все, что она могла сделать, или она все-таки сломалась, ей не хватило, ну, не знаю, знания, опыт, сил для того, чтобы до конца реформировать национальную полицию? Возможно, она не справилась с территорией огромной, потому что Грузия и Украина. Украина намного больше Грузии. Возможно, не справилась с теми правилами системы. Вот вы хороший пример привели. Все-таки Украина – это не Грузия. Ментально мы отличаемся, да, вот, и, скажем, это стало все-таки существенным фактором. Плюс Украина, действительно, это сорокамиллионная страна, в которой, скажем, есть определенные традиции, и определенные, определенные, сложились, скажем, существующие у нас, ну, действительно, только можно назвать это традициями. Поэтому тут только кроме украинца, ну, нельзя, скажем, мы на сегодняшний день имеем определенный слой, как я уже называл, атошников, которые действительно имеют право занимать руководящие должности и которые действительно хотят изменений в этой стране, вот, то есть в стране нашей Украине. Поэтому, скажем, ну, может хватит действительно проводить эксперименты, все-таки присмотримся к этим кандидатурам людей, которые действительно хотят что-то изменить и сделать это лучше. Диканаидзе ушла сразу же после отставки Саакашвили. Можем ли мы как-то связать эти две отставки? Возможно, да, возможно, нету, скажем, это сложный вопрос. Даже, наверное, все-таки мне такое, на него я даже затрудняюсь ответить. Вот, скажем, ну, уход команды, да, если это была команда определенных реформаторов, она как-то, конечно, ее подтолкнула на изменения. Потому как, если человек заходит командой работать, да, то команды, они и уходят, скажем, потому как один в поле не воин, это уже старая пословица. Вот, поэтому в этом случае тоже, скажем, один ушел руководитель, скажем, за собой он забрал, естественно, тех людей, которые тоже пришли с ним и выполнили определенную работу. Но, скажем, все прекрасно понимали, и они тоже понимали, что это все-таки, их задача была пробить тот костяк, который все-таки устоялся, да. Вот, ну, я думаю, что история скажет, получилось или нет, но пока, мне кажется, все-таки удалось, да, может, и не так, как все хотели, то есть мы не получили такой мощной перезагрузки системы, да, но система была сломана, да, система поменялась, вот, и, скажем, это все-таки заставляет задуматься, что все это в стране возможно, только надо это делать. Хорошо, вот Аваков говорил о том, что он объявил конкурс, потому что не хочет, чтобы были спекуляции. Как вы считаете, несмотря на то, что будет уже сформирована комиссия, которая будет выбирать главного полицейского Украины, могут ли быть вот спекуляции, могут быть ли договорники? Вот сейчас хорошая система открытых конкурсов, да, любой желающий может посмотреть, как проходит конкурс, послушать кандидата, да, оценить его возможности, скажем, этой потом записи. Ну, комиссию ведь тоже можно подкупить. Хорошо, комиссию подкупили, записи тоже можно подкупить, то есть мы потом можем смотреть, пожалуйста, как кандидат ответил на те или иные вопросы, вот подходит ли он или не подходит. Опять-таки, ну, от мнения населения ничего же не зависит в этом случае. То есть комиссия, ну, скажем, необходимо проводить комиссионный выбор кандидата? Необходимо. Вот, вопрос решили, да, ну, скажем, вот на сегодняшний день мы имеем вот такой вот путь отбора кандидата. Правильно, у меня, кстати, в законе тоже указано, что необходимо проведение полиграфа, да, по желанию клиента. Это тоже один из признаков. То есть если кандидат соглашается пройти полиграф, вот если он отвечает достойно и честно на все вопросы, скажем, ну, какие у нас основания не верить этому лицу, да? Если же он затрудняется пройти даже комиссию на полиграфе, то, скажем, ну, тогда возникают вопросы у людей, зачем ты тогда сюда пришел, а какие у тебя цели, какие у тебя задачи. Все-таки это очень серьезная структура. И на сегодняшний день, скажем, от нее много чего зависит. Это в первую очередь, конечно, уменьшение количества уличных преступностей, которые сейчас мы видим уже статистику, очень печально. Хорошо, давайте мы сейчас отвлечемся от деканаидзе, от национальной полиции и поговорим о новостях Днепропетровской области, потому что вы представитель этой области. Сделаем небольшую паузу и начнем уже наш последний блок, программы с новой темой. ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ Днепропетровской области в Днепре. Не в Днепропетровске, в Днепре. Вот о достижениях Днепровской ага получается так, да? Давайте посмотрим видеоматериал, и потом вы нам расскажете более подробно. ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот такие достижения были в Днепре. И Днепровской области. Как вы считаете, какие были самыми важными, на ваш взгляд, самыми прорывными? Вы знаете, тут нельзя выделить самых прорывных. Да, каждый, скажем, этап, он очень важен. Это только, скажем, начало задел от тех процессов, которые действуют. Днепр вообще стал городом и областью, которая, наверное, все-таки, как фурпост Украины, как фурпост Украины, от нас все-таки первым уходили батальоны. И, скажем, без ложного привлечения все-таки можно сказать, что Днепр действительно сдерживал очень долго, скажем, этот российский, российскую агрессию, которая есть. И в Днепре количество погибших, к сожалению, самое, наверное, большое по Украине. Вот поэтому здесь не забывают, скажем, тех людей, которые отдали жизни, и семей, которые остались сиротами, и инвалидов, которые тоже проходят лечение в городе Днепре. Все борта, которые... Мы в прошлый раз, по-моему, с вами говорили о больнице Мечникова, которая приняла на себя такой первый удар. Колоссальная нагрузка не только на Мечникова, но и на остальные больницы, то есть на профильные, которые принимают и раненых, и, скажем, лечат переселенцев в большие количества. Я знаю, что сейчас в больнице Мечникова новое поступление, оборудование из Франции, да? Да. Что это за оборудование, как наладили сотрудничество с Францией? Я куратор этого проекта, это Украина-Франция. Проект был тоже командой Валентина Резниченко задуман как, скажем, такое ноу-хау или новаторство по переоснащению больницы новейшим оборудованием. На сегодняшний день больницы более-менее обеспечены, скажем, медикаментами, перевязочными материалами, но те палаты, которые остались у нас еще в наследии Советского Союза, они в таком, скажем, жутком состоянии находятся, что, скажем, мы все ходим в больницы, все мы видим, какие сетки стоят еще Советского Союза, да, если не больше правейшие. Вот, скажем, благодаря работе с Францией, то есть в лице Ассоциации медичной допомоги Украина-Франция, вот, мы смогли, скажем, наладить взаимодействие и переоснащать большое количество, уже на сегодняшний день это 15 больниц, которые были переоснащены и в полном объеме. Я не поступила в Украину, потому что я знаю, что там уникальные аппараты. Есть уникальные аппараты, но основная масса, скажем, уделяется, это все-таки специальным медицинским кроватям, которые позволяют комфортно проводить, скажем, процесс реабилитации, как для воинов АТО, так и простых граждан Днепра. Потом среди уникального оборудования, это как и новейшие хирургические столы, стоматологические кресла, да, вот, и, скажем, рентгенные аппараты мобильные, скажем, то, что аппараты ШВЛ искусственного дыхания, все, что сейчас, как говорится, необходимо и востребовано. Медицинское оборудование не бывает, скажем, лишним, вот. Мы стараемся полностью, скажем, вникнуть в проблемы больницы, понять тот срез провести, что сейчас необходимо больницам, и своевременно, как говорится, отсюда поставить. И, скажем, после установки мы проверяем с нашими партнерами французскими, проверяем, реально ли оно установлено и насколько загруженность этого, скажем, оборудования. Реально установлено, все работает. Все реально установлено, скажем, да. И, скажем, первые, первые такие, когда проекты мы эти начинали, да, вот, первые такие отзывы врачей были, ну, мы писали письма, ну, скажем, услышаны они не были. То на сегодняшний день уже врачи, естественно, какая-то сарафанная радио, они очень ждут нашей помощи, скажем, заявками мы уже на сегодняшний день, можно даже сказать, перенасыщены по больницам. В смысле, очень, скажем, востребована сегодня. Вот из последнего, что я знаю, что произошло в Днепре, это открытие музея АТО. Мы так плавно из одной темы перейдем в другую и в конце еще с вами поговорим о том, что же вы планируете делать в этом, в 2017 году, но о музее АТО. Насколько я понимаю, это единственный музей АТО в Украине. Первый открытый в Днепре под открытым небом, да. С мультимедийными… Это второй, да, это уже закрытый, скажем, то, что же находится в помещении. С мультимедийными локациями. Это три уникальных зала, скажем, фильм. Что в этих залах? Приоткроем занавес, пока еще, скажем, он не открыт. Открытие уже произошло или нет? Нет, еще официального открытия не было. То есть, ну, скажем, со дня на день мы вас обязательно пригласим, вот, скажем, ну, авральным методом, скажем. Хочется, чтобы это все было красиво и приятно наблюдать, как участник АТО. Вот три зала. Что в этих залах можно увидеть? Это аллея, зал памяти, то есть, где находятся лишние вещи бойцов, даже смс-ки, которые отсылали бойцы с передовой. Скажем, когда читаешь, и когда ты был участником этих событий, для тебя каждая осколок, каждая градинка, она что-то значит. И когда ты видишь это все, что это, мы не должны забывать об этом. То есть, мы должны помнить, что все-таки это война, и кто-то отдал жизни, да. Это не кто-то, а это наши украинцы, которые действительно нам сделали будущее, да. И на сегодняшний день мы живем благодаря, наверное, тому, что кто-то погиб, да. Это нам нельзя забывать. Один зал памяти, второй зал. Второй зал – это очень такой интересный мультимедийный зал. То есть, ты заходишь в центр, и вокруг тебя разворачивается панорамная видеозапись, которая позволяет все-таки ощутить этот ужас войны. Там, скажем, очень интересный фильм. Ну, все-таки, знаете, как словами тяжело передать все, что я сейчас рассказываю. И третий зал? В третий зал – это тоже зал памяти. Там, скажем, бойцы, которые, ну, навеки, наверное, вписаны в историю Украины, скажем, золотыми буквами. Это все-таки посвящен зал, это будет этим людям. Давайте, чтобы завершить наш эфир, у нас остается буквально полторы минуты. Какой фронт работы на 2017 год? Очень коротко. Скажем, продолжать намеченное, вот, увеличить количество, скажем, благодаря децентрализации в области освобождаются определенные финансовые ресурсы. И это позволит, скажем, увеличить те масштабы, которые все-таки были начаты. На удивление, знаете, даже не знал, что есть отдаленные села, которые до сих пор пользуются колодцами. Все-таки тема водоводов и наличие воды, она как-то даже странна в 21 веке, а у нас воды в некоторых районах нет. То есть, скажем, намечена глобальная работа по реконструкции и дорог, и водоводов, и, скажем, объектов капитального строительства. Я могу пожелать вам только удачи. Спасибо, что сегодня были у нас в гостях. Я напомню, Александр Коломийцев, директор инвестиционно-инновационного центра, был гостем программы «Что происходит?». Говорили мы сегодня о национальной полиции, о том, кто возглавит национальную полицию после ухода деконаидзе. И обговорили те новации, подбили те итоги, которые происходили в Днепре в 2016 году и то, что будет происходить в 2017. Это была программа «Что происходит?» в эфире Черноморской телерадиокомпании. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok